доброго времени суток и быстрого интернета тем кто работает в интернете меня зовут валерий иванов и сегодня я хочу одним коротким видео уроком ответить на многочисленные вопросы моих коллег и партнеров особенно тех кто только начинает и делает первые шаги в интернете и заваливает чат и одними и теми же сообщениями а у меня не открывается сайт а у меня не подходят пароли а у меня чего-то там не грузится а у меня пункт номер два не работает на самом деле все вопросы решаются очень просто и быстро все что нужно это почистить куки и очистить кэш браузера но для новичка слова такие слова как куки и кэш это все равно что для трехлетнего ребенка синхофазотрон и дезоптерибонуклеиновая кислота поэтому давайте сделаем просто я покажу какими браузерами я пользуюсь и как просто можно решить все эти проблемы и так я не знаю чем вы пользуетесь может быть вы по-прежнему используйте интернет explorer вот он наш ослик я открываем его вот здесь справа наверху имеется кнопочка управления безопасность удалить журнал обозревателя нажимаем и вот перед нами открывается меню пожалуй смотрите временные файлы интернет как раз таки есть кэш куки это те следы которые оставляет браузер о вашем посещении на каком-то конкретном ресурсе и после этого сайт вас опознает как свой как своего как родного поскольку понимает что вы там уже были что такое кэш для ускорения работы браузера и особенно при медленных соединениях кэш это некое содержимое которое хранится на вашем компьютере в папочке содержимое сайта и когда ваш сайт вы соединяете выходит на какой-то сайт браузер проверяет если в кэше уже содержимое этого сайта и подгружает не весь сайт только те обновления то есть он сравнивает содержимое вашей папочки содержим сайта и подгружает только те обновления которые произошли на сайте чтобы не грузить весь сайт поэтому те сайты которые вы посещаете неоднократно Они открываются у вас намного быстрее, чем те сайты, которые вы посещаете в первый раз. Итак, очистить куки и кэш. Вот здесь, пожалуйста, выбирайте файлики, выбирайте пункты меню, нажимаете удалить. И все, у вас кэш и куки будут почищены. И попробуйте после этого снова зайти на тот же самый сайт и выполнить задание. Я уверен, что все у вас будет работать. Дальше я пока говорю о тех браузерах, которыми я не пользуюсь или пользуюсь крайне редко. Интернет спор, дальше идет опера. Раньше я любил этот браузер, но после появления хрома я полностью перешел на хром и опера уже не пользуюсь. Хотя, в общем-то, браузер неплохой. Если вы привыкли работать в нем, ради бога работайте. Современно достойный браузер. Опера. Опера. Настройки. Удалить личные данные. Нажимаем кнопочку. И вот, пожалуйста, мы видим опять удалить куки сеанса, конкретного сеанса. Что такое сеанс? Это сеанс после того, как вы впервые запустили, не выключая компьютер, вашу оперу. Удалить все куки, значит очистить всю историю куков за прошедшее время, там сколько, с тех пор, как вы инсталлировали браузер. Все, дальше выбирайте, что вы хотите удалить, какие пункты. Управление куками, кстати, здесь интересно сделано. Вы можете не просто, а конкретно с какого-то сайта. Например, какой-то сайт у вас барахлит, толком не работает. Вы можете выбрать его и удалить куки именно с этого сайта. Не трогая все сеансы за последние полчаса или за последний час. Тоже хорошо сделано. Мне это понравилось. Дальше. Firefox. Тоже неплохой браузер. И, в общем-то, кстати, почему-то американцы используют именно его. И платежные системы многие настойчиво рекомендуют пользоваться именно Firefox. Пожалуйста, пользуйтесь им, ради бога. Вот тут я ничего не хочу навязывать, исключительно желание ваше. Firefox. Та же самая кнопочка наверху слева. Журнал. Стереть недавнюю историю. Либо комбинация горячей клавиш Ctrl-Shift-Del. Нажимаем три кнопочки и, пожалуйста, получаем вот такой результат. Вот открылось окно. Здесь выбираем подробности. И в этом окошке выбираем, что журнал посещений, куки, кэш. Очистить сейчас. Либо за последний час, за два часа, за четыре, за сегодня и вообще все, что у вас только было. Пожалуйста, выбирайте и чистите. Так, ко мне пришел поющий кот, который закрыл мне весь экран. Сейчас я его уберу и продолжу запись. Так, дальше. Что у нас идет? Дальше пошли сборки хрома. На самом деле сборок хрома очень и очень много. Я на своем компьютере использую 10 или 12 сборок хрома. Вот есть сборка хрома, называется она Cool Nova. Сборка хрома называется она Яндекс Хром. Сборка хрома это вообще уникальная сборка, рамблеровская, но она заточена по социальной сети. Тут есть только ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. То есть все адаптировано по социальной сети. Если вы пользуетесь постоянно сидеть в сетях, я бы вам и души посоветовал именно вот браузер от рамблера. Сборка хрома от рамблера для соцсетей. Дальше идет рамблер. Тоже сборочка хрома рамблеровская, не помню как называется. Сейчас я покажу откуда все это накачал. Есть такой замечательный ресурс и именно оттуда я все это дело качаю. Потом сборка Яндекса, еще один хром. Ну тоже один из вариантов. И наконец вот сайт, браузер, которым я пользуюсь чаще всего. Это тоже сборка хрома, драгун, комода. Комода это один из очень известных антивирусов и производителей фаервола. Самое главное, даже не антивирус, а именно фаервол. Они делают фаервол или брендмауэр, кому какое слово знакомо будет. Драгун. Вот я использую именно его чаще всего. А все это богатство я скачал вот здесь, вот на этом вот сайте. Сейчас мы вернемся к нему. Я объясню, как чистить куки и кэш в браузерах на основе хрома. Там есть небольшие тонкости. И потом вернемся к обзору этого сайта. Итак, хром. Либо слева наверху, либо справа вот такие вот кирпичики нажимаем. Вот настройка управления. Кул нового у нас выходит здесь. Нажали на нее. Выбираем история, либо комбинация горячих клавиш Ctrl H. История. Вот все, что где вы были в последнее время. Очистить историю. И смотрите, после нажатия кнопки очистить историю у нас появляется то же самое. Очистить историю загрузок. Файлы куки. Очистить кэш. По умолчанию это уже стоит. За прошедший час, за вчерашний день, просто выбираете, что вы хотите почистить. Очистить историю. Нажимаете и все, пожалуйста, у вас история чистится. Следующий кто у нас там? Яндекс. Ну вот здесь такая вот шестереночка. В общем-то то же самое. Все то же самое. История. Вот история посещения. Очистить историю. И дальше выбираете, что вы очистите. Все то же самое. Следующий идет у нас вот. Сборка хрома для соцсетей. Ну тут у нас гаечный ключ. Но ничего не меняется, оставится все то же самое. Также выбираем историю. Очистить историю. Куки кэш. Пожалуйста. Кто у нас там следующий идет? Рамблер. Слева. Справа. Ага. То же самое. Гаечный ключ. Та же самая история. Очистить. Куки кэш. Видите, да? То есть в общем-то все однотипно. Яндекс. Ага. У нас тут не ключики, не шестеренки. У нас тут какие-то вот кирпичики. То же самое. Все история. Очистить историю. Куки кэш. Видите, да? Выделили. Галочки поставили. Поочистили. Кто у нас? Веб-браузер. Ну вот комоды сделали по-другому. У них слева наверху то же самое. Кнопочка. Выбираем историю. Либо Ctrl-H в любых сборках хрома, где бы ни было. Очистить историю. Пожалуйста. Видите, да? Для простоты можете просто в свободном окне нажать комбинацию клавиш Ctrl-H. И сразу у вас укрывается история. Очистить историю. Это то, что касается браузеров на основе хрома. Все. Ребят, почистили. Ну, 99% проблем будет решено именно после чистки куков и кэш. Но не помогает это перезагрузить. Может быть какая-то программа висит у вас в памяти и мешает корректно выполнять. Потом, что еще может быть? Обновите Adobe Flash Player. Скачайте. Может быть приложение ActiveX. Тоже можно скачать приложение. Оно такое фоновое. Не часто используется и ставится по умолчанию. Обычно не требует обновлений, но бывает и с ним. Запомните ActiveX. Напишите, найдете, скачайте. Потом, есть такой еще Shockwave Player от Adobe. Может быть он барахлит. Прямо наберите Shockwave Player. Adobe скачайте, установите. Но чаще всего все-таки Adobe Flash Player. Обновите версию Adobe Flash Player. Это все, что я назвал, абсолютно бесплатно. Качается с сайта Adobe, ставится, все работает. Иногда бывает QuickTime, Apple-овский. Попробуйте скачать QuickTime, поставить, чтобы он у вас стоял. Вот такие вот вспомогательные плагины, которые помогают воспроизводить анимацию. Вы же видите, что сайты сейчас очень сильно анимированы. Огромное количество анимаций, движущихся мультиков, всяких movie pictures, движущихся картинок. И для этого нужны приложения. Не все сайты корректно отрабатывают то, что есть. Не все сайты успевают вовремя обновить. И часто из-за этого возникают проблемы. Ничего такого сложного нет. Не нужно обладать какими-то специальными изданиями. Все, что я вам сейчас назвал, ну это, в общем-то, я считаю, элементарно такие знания. Все это легко скачивается, бесплатно устанавливается и после этого прекрасно работает. Итак, завершим, наверное, обзор. Наш сегодня короткое занятие вот таким вот сайтом замечательным. Я нашел его случайно, но я удивился, насколько сайт этот полезен. Не знаю, кто его создатели, но хочу сказать большое спасибо ребятам за то, что они все это смогли собрать воедино. Смотрите, как здесь сделано. Браузер, логотип браузера, размер файла для скачивания и размер после инсталляции. То есть вы можете определить, что у вас будет на компьютере. Скорость загрузки работы довольно быстрой, очень быстрой. Быстрой, там бывает медленной. Стабильность работы стабильная, стабильная, относительно стабильная. Внешний вид, как выглядят инновации, что у них есть. Комментарии и оценка авторов 4, 5 с минусом, 3 с минусом. И вот посмотрите, сколько здесь браузеров. Огромное количество браузеров. Кстати, я отсюда все это накачал. Все, что я вам показывал, скачал отсюда. Вот они. И Кулнова, и Хромиум, Google Chrome, Common Dragon. Вот это все браузеры на основе Google Chrome. Просто разное оформление. Где-то там добавлены разные фишки. Вот. Рамблер не Хром. Хром от Яндекса. Интернет. Это мейловский, кстати, Mail.ru. Со встроенным поиском Mail.ru. И вы не сможете там изменить поисковую систему. Вы будете все искать в Mail.ru. Если вы любите Mail.ru, пожалуйста, ставьте его и ищите именно в Mail.ru. Я больше всего, несмотря на моё глубокое уважение к Google, пользуюсь исключительно Яндексом. Поскольку, ну, я считаю, что это самая удобная поисковая система. А Google я ищу где-то на просторах не Рунета, а на мировых просторах интернета. Вот. Дальше есть, ну, совершенно экзотические браузеры. Грин-браузеры. Я их все скачал, все поставил, посидел. Если кому-то интересно и свободное время, пожалуйста, займитесь и скачайте, изучите, посмотрите. Я хочу просто обратить ваше внимание на изобилие. Сколько браузеров здесь существует. Можете отсюда скачать. Вот, кстати, Айрону поставили они. А, 4 с плюсом. Мне казалось, тройка у него была. Отличный браузер. Мне тоже нравится он. Это все сборка Хрома. Вот это сборка Хрома. Эта сборка Хрома. Тот же браузер. И очень интересный браузер, но полностью на английском языке. И русского языка здесь нет, и его не установить. То есть вся панель инструментов на английском языке. Хотя, видите, поставили пятерочку. Хороший браузер, на самом деле. И Яндекс.Браузер. Вот и все. Ссылочка на этот сайт. Не пытайтесь переписывать ее, запоминать или искать. Я оставлю ссылку на этот сайт внизу под видео, чтобы вам можно было удобно кликнуть и скачать. С вами был Валерий Иванов. Я от души вам желаю быстрого интернета. Это так важно в нашей жизни, в нашей работе. Особенно тем людям, которые сидят в интернете безвылазно. Хорошего, обильного денежного потока. Оставляйте свои комментарии под видео. Если это видео вам показалось полезным, нажмите на кнопочку «Мне нравится». Спасибо вам большое. Всего хорошего. Пока.